Друзья мои, добро пожаловать! Уже давно мне нравится корпус Пек-Альфа от компании Corsair. А тут как раз возникла необходимость во втором ПК, поэтому, недолго думая, я собрал его в данной модели. В первую очередь мне пришелся по душе его стильный и футуристичный вид. При этом он обладал всем необходимым для того, чтобы собрать в нем отличную игровую станцию. Цель ясна и привычна – собрать машину с идеальным сочетанием цены и качества. Основой для меня стали компоненты Corsair MSI, процессор Intel i7. Но давайте о нем по порядку. Блок питания серии CXM мощностью 750 Вт можно называть оптимальным решением. В первую очередь потому, что он выдает достаточно постоянной мощности для комфортной игры в связке с топовыми видеокартами. А его модульные кабели значительно упростили процесс сборки. Видеокарточка GTX 1080 Gaming от MSI с 8 гигабайтами видеопамяти, тут все ясно. На ней пойдут как бы все любые современные игрушки. С охлаждением у нее полный порядок. Да и подсветку можно через приложение настроить. Материнка тоже MSI. Это Z170A Gaming Titanium. За охлаждение процессора отвечает H80i – необслуживаемое водяное охлаждение от Corsair. Процессор не самый горячий, поэтому выбрал именно версию с одной секцией. Да и термопаста уже была нанесена, сказка, да и только. Оперативная память DDR4 Vengeance LPX 2800 Гц на 16 гигабайт, ибо для игр больше как бы не нужно. Вентиляторы стоят стандартные – серии AF, размер 120. Со своей задачей они справляются как бы на 100%, плюс есть подсветка, которая смотрится очень хорошо и стильно. Фронтальная панель корпуса лишена отсеков под дисковод, но это сейчас не самая необходимая вещь, учитывая, что остальные важные разъемы имеются. Также я снабдил систему SSD серии LE на 240 гигабайт и быстрым жестким диском на 10 терабайт. Такая система справится с любой современной требовательной игрой на высоких настройках, что, собственно, и было моей основной целью. Если вам интересно увидеть тест моего ПК, обязательно поставьте лайк под этим видео и, конечно же, если хотите, подписывайтесь на канал. С вами был Брэйн, увидимся, услышимся в новых интересных обзорах. Пока-пока!